здравствуйте абсурд должен стать нормой но постепенно давай людям время на формирование привычки чтобы абсурд перестал озадачивать и начал казаться обыденностью когда в перестройку мы читали приговоры репрессированных нам абсурд был очевиден вызывал непонимание и вопросы к предыдущим поколениям ведь ясно же за такое не сажают не наказывают тем более не расстреливают академику козыреву дали 10 лет за попытку угнать реку волгу в обвинении так и написали пытался угнать волгу из россии на запад поэта николая заболоцкого посадили за то что он рыл подземный ход из москвы в индию до бомбея расстрелянного на бутовском полигоне альпиниста василия семеновского обвинили в умышленном совершении катастроф в горах нам абсурд приговоров очевиден но в 1937 году он был нормой и удивлял только расстрелянных следователям казался убедительным читателям некрологов в газетах абсолютно логичным и правдивым еще недавно реальный тюремный срок за репост в контакте казался абсурдом сейчас это нормальная судебная практика арест режиссера евгений беркович запоставленный ею четыре года тому назад спектакль абсурд но следствие видит в том давнем событии сегодняшнее оправдание терроризма замена ценников в магазине могла бы вызвать улыбку но за нее александру скочеленко приговорили к семи годам заключения дрессировка населения продолжается и когда вернется 1937 и начнут расстреливать за угон реки на запад мы должны быть в надлежащем понимании справедливости приговора чтобы воспринять это нормой истинной законным наказанием чтобы мы считали расстрел обыденным положением дел свыклись с тем что расстреливают всех судя по обыденности войны когда даже белгородской области ее воспринимают как погодную аномалию вместо снега небо падают бомбы люди готовы привыкнуть очень быстро в курске суд наказал по уголовной статье водителя за управление транспортным средством состояние алкогольного опьянения сентябре 2023 года гражданин дудин держась левой рукой за стойку кузова правой за руль перемещал свой неисправный автомобиль по проезжей части инспекторы гаи быстро установили что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения его задержали составили протокол провели освидетельствование и передали дело в суд суд установил вину гражданина дудина в управлении транспортным средством состояние алкогольного опьянения учитывая предъявленные доказательства а также предыдущие правонарушения гражданина дудина выразившиеся в аналогичном деянии управление транспортным средством состояние алкогольного опьянения в момент данного правонарушения считавшимся подвергнутым наказанию на основании части 1 статьи В статье 264.1 УК РФ суд приговорил гражданина Дудина к четырем наказаниям за одно деяние. Штрафы в размере 40 тысяч рублей, лишение права управления сроком на два года, последующие переэкзаменовки, конфискации не принадлежавшего гражданину Дудину автомобиля с обращением дохода в пользу государства. Он по дороге толкал чужой автомобиль. Но он же не управлял, он же ничего не совершил. Его не было за рулем. Он никуда не ехал. Но ведь мог. Мог задавить беременную несовершеннолетнюю бабушку с внучкой. Поэтому два года пешком, без денег, без прав, без машины. Эта норма взята из УК РФ 1922 года. Называется аналогия. В случае отсутствия в УК прямых указаний на отдельные виды преступлений, наказания или меры социальной защиты применяются согласно статей УК, предусматривающих наиболее близкие по важности и роду преступления. 18-й Пленум Верховного Суда 2 января 1928 года разъяснил, что преступными являются действия, при совершении которых обвиняемый должен был предвидеть общественно опасный характер последствий своих действий. Это наказание не за поступок, а за оценку судом возможного результата. Суд в Курске по делу Дудина подтвердил абсурд своим решением. Абсурд стал нормой. Российский автопром меняет название, национальность, ориентацию. Прежде он был немного русским, но в остальном корейским, японским, немецким, американским, приличным, как у всех. Потом началась война и закончился автопром. Не стало никакого. Приличные уехали по домам, родные остались недоумевать в уединении. Страна оказалась перед выбором. То ли тряхнуть компетенцией, то ли поклониться за границей. Делать свое, да, никогда особо не получалось и не очень хотелось. Единственным мерилом работы считалась усталость, которую в мирные годы автопроизводитель передавал вместе с покупкой потребителю. Эстафетная палочка мучений. Когда отечественная автомобильная промышленность отстала навсегда, позвали иностранцев, те приехали, построили заводы, помогли населению прийти в себя, исцелив от кошмаров. Главная особенность заграничного присутствия на внутреннем рынке – они не стали конкурентами российским автозаводам. Они конкурировали между собой. Рынок новых автомобилей формировался из них без нас, а традиционный советский производитель конкурировал с китайцами и секонд-хендом. Выиграть у любой новой иномарки было нечем. В 2022 году, оставшись без автомобильной промышленности, умертвив рынок, можно было не тратиться на свое и открыть двери чужому. Если сами не умеем, пусть придут те, кто умеет. Это новый сценарий для страны. Вообще ничего не производить и только покупать. Он позволил бы населению остаться за рулем, но не испачкать ландшафт китайскими псевдофабриками. Когда надо – пришли, когда не надо – ушли. Без окапывания, ассимиляции российского ВНЖ. Пусть Китай производит у себя, в России только продает. Минпромторг поступил иначе. Ему важнее дым заводской трубы. Не имеет значения, кто, чего и зачем. Главное – отчет, показатели, проценты. Истинная цель Минпромторга иная. Если не иметь ни одного завода, то не с кого получать взятки, некому угрожать баллами локализации, некого наказывать штрафами. Иными словами, неким руководить и нечего делать, что грозит оргвыводами и реформой с увольнениями. К тому же, весь поток китайских автомобилей уходит на кормление таможни. И Минпромторг расплатился с китайцами страной, сохранив выгодные для себя правила игры. Поэтому возник завод «Москвич», который не «Москвич». Поэтому перечень российских автомобильных марок все сложнее переводится на русский язык. Поэтому в расширенном списке правительства рекомендованные госзакупкам автомобили российского производства звучат как междометие и ругательство. Из 12 разрешенных марок больше половины отзываются костью в горле. Хавал, Кайя, Солерс, Эволют, Баик, ЦВМ, Абурвалк. Абурвалк, он же Амберавто, новый бренд из Калининграда по ассимиляции китайских автомобилей фирмы Джинглиянг, неизвестный даже в Китае. Очень важный проект. Необходимый Минпромторгу для отчетов, руководства и кормения. Не знал, чего ему хотелось. Не то конституции, не то севрюжное с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь. Салтыков-Щедрин. Но иногда такая широта возможностей избыточной и хочется чего-нибудь более приземленного. Например, заняться бизнесом. Помимо идей и намерений, тогда потребуются еще и деньги. И вам дают льготный заем на 1,2 млрд рублей. А перед этим вам тоже хотелось. И вам опять дали льготный заем на 1,7 млрд рублей. И еще как-то раз тоже хотелось. И вам дали льготный заем на 564 млн рублей под 1% годовых. Наверное, такие условия возможны лишь на государственном уровне при больших должностях. Отнимут. Частникам тоже дают. Под 1% годовых. Из этого следует, что в России, стране возможностей, любой желающий быстренько забегает в банк и мчится строить мечту на безграничные деньги. Вот здесь возникают нюансы и уточнения. Чтобы частнику забирать в банке деньги под 1% годовых, надо быть сыном лейтенанта Шмидта или его современного аналога Вадима Швецова. Прежде Швецов был генеральным директором Северстали, затем увлекся автомобильным бизнесом и создал Северсталь-авто, которая с годами превратилась в его личный Солерс. Поскольку сейчас война и санкции, Швецов передал Солерс детям лейтенанта Шмидта. В книге Ильфа и Петрова «Конвенцию» весной 1928 года в московском трактире рядом с Сухаревой башней подписали 30 сыновей и 4 дочери лейтенанта Шмидта. У Вадима Швецова 3 аналогичных сына и дочка – Адиль Ширинов, Николай Соболев, Виктор Хвесеня и Зоя Кайки. Прежде, когда бизнес обходился без детей, Вадим Швецов блистательно добывал под ковром преференции, выигрывал тендеры, тайком руководил департаментом автомобильной промышленности Минпромторга. Теперь его талантами блистули все четверо детей и непринужденно получили столько льготных займов, сколько захотели. Солерс – структура частная, принадлежит физическим лицам, но деньги получает от Государственного фонда развития промышленности с чиновничьей легкостью и тратит их на свои собственные нужды. Первый льготный заем в миллиард 700 миллионов рублей получен 7 июля 2023 года на завод китайских двигателей «Джак». Предприятие не занимается проектированием моторов, не является калькодержателем. Это завод по окончательной сборке китайских моторов из полученных по почте комплектующих. То есть это не появление в России долгожданного предприятия по выпуску отечественного импортонезависимого двигателя. Это удовлетворение личных потребностей частных лиц. Вторая льгота в 564 миллиона рублей под 1% годовых случилась в октябре 2023 года. Понадобились деньги для сборки китайских коробок передач «Джак» для все того же частного производства детей лейтенанта Шмидта. Следующий льготный миллиард 200 миллионов рублей случился на днях, когда Сольверсу понадобились свои ремни и подушки безопасности. Прежде была надежда на поставщиков автоваза, на «Жигулях» тоже закончились ремни с подушками, их привычно импортозаместили Китаем, после чего украсили заводские окрестности товарными ладами, лишенными права отправиться на дилерский склад. Стало понятно, что детям лейтенанта придется выкручиваться самим, и угодливый фонд развития промышленности тут же прислал требуемые деньги. В России создан прекрасный бизнес-климат для детей лейтенанта Шмидта. Возвращается жизнь на брошенный корейцами завод Хёнде в Санкт-Петербурге. В цехах отмыли окна, завели себе новое юридическое лицо с благозвучием Агр, отыскали по сусекам останки запчастей и комплектующих и начали лепить колобка. Поскольку предписано возродиться заводом, а не артелью, полагается видимость ритмичной работы, пятилетка качества, ударники коммунистического труда и широкий модельный ряд. Поэтому Агр будет делать четырех колобков, пытаясь усидеть на четырех стульях и воспроизведя по памяти четыре прежние корейские модели – Хёнде Солярис, Хёнде Крета, Киэрио Седан и Киэрио Хэтчбэк Икслайн. Но теперь называться прежним Хёнде нельзя. Диким Агр тоже не очень. Поэтому пришлось напрячь разум и затеять новые названия. И тут выяснилось, что иностранцы забрали с собой не только названия фирмы. Оставив оборудование, станки, конвейер, технологии, они увезли к себе домой здравый смысл, мозги, способность думать. Оставшиеся на хозяйстве тем этим не обладали, брали в пользование из корейских рук и оставшись без присмотра, сами ничего не смогли. Поэтому вместо общего бренда Хёнде они придумали отменное название Солярис. Теперь Солярисом стал не только первородный автомобиль с этим именем. Солярисом стала Крета. Солярисом стали оба Киэрио в разных кузовах. Но ведь это еще не все. Каждой из машин нужно свое имя. Как назвать Крету, если она теперь почему-то Солярис? И как же быть с остальными моделями? Если бы поблизости были корейцы, они бы подсказали, но тут ведь Агр и завод по выпуску Коловков, он такой один, спросить не у кого. Поэтому называться все четыре машины будут не словами, а междометиями. Вероятно, пока на собрании партхозактива обсуждали проблему, все высказывания сводились к коротким восклицанием из трех букв и тем самым никак не решили проблему. А колобки-то вот-вот покатятся за вороты и на каждого необходим документ с подробностями. Была не была, решили на Агр. Вот что у них получилось. Запоминайте, это четыре разных автомобиля. ХС, ХС, КРС, КРХ. Первые два ХС, Солярис и Крета. Не перебудайте. Те, которые КРС и КРХ, это два Киа Рио, что-то из них седан, что-то хэтчбэк. Четыре колобка с междометиями вместо имен. Как в старом анекдоте, Карл Маркс и Фридрих Эггельс это не муж и жена, а четыре разных человека. Сейчас сертифицирован первый ХС, он раньше был Солярисом. По логике прежних времен он бы назывался как Баден-Баден, Солярис-Солярис, или как персонаж в Аксеновском острове Крым Игнатьев-Игнатьев, но будет ХС. Дистанция возобновления колобков растянута в расчете, что мы успеем выучить эти ХС и не будем путать со следующими ХС, которые подоспеют только, когда привыкнем. Находясь в орбите влияния России, сопутствующие страны неизбежно русифицируются. Они заражаются русскими болезнями, например, манией величия, они постепенно начинают ненавидеть людей, например, превращая околоток на окрестина в гестапо. Они обязательно деградируют, например, как белорусская промышленность и непременно обретают русские традиции. Когда прежний генеральный директор автоваза Игорь Комаров в мае 2011 года пытался похвастаться перед премьер-министром Владимиром Путиным старой Калиной, отдавшей новой Ладой Грантой, машина не завелась. Страна к этому готова и удивляется обратному, если Лада завелась. Но ради премьер-министра полагалось бы дособрать, довинтить, доделать машину в цехе малых серий либо ограничиться скатертью-самобранкой и, накрыв поляну, избежать контакта с техникой. Гранту взяли какая есть, посадили внутрь обоих начальников, после чего один удивился, а второй впал в кому. Официальный ответ у Лады Гранты педальней той системы ее нажимать нельзя. По официальной легенде, Гранта завела с пятого раза. В 2016 году Путин ездил любоваться УАЗами. В один из них ему захотелось зачем-то залезть, но машина не открывалась. На помощь подоспел дежурный механик, по совместительству начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Шевченко и решительно оторвал дверную ручку автомобиля. Потом долго шарил через открытое окно по дверной карте изнутри, нащупать спасение не смог и открыл только заднюю дверь. В прошлом году на Санкт-Петербургском экономическом форуме понадобилось два министра, чтобы завести одну Ладу Весту. Она как раз превратилась в новую модель Ауру и была показана вторым, третьим и четвертым лицам для ознакомления. Экс-министр Герман Греф с автомобилем не справился. Аура повела себя как карма. Ему на помощь пришел действующий министр Антон Силуанов. Преуспел, машину завел, сняв проклятие. И вот российский сателлит Беларусь подалась одаривать бусами Африку. Ее промышленный потенциал вполне соответствует любой Зимбабве. У Лукашенко тут личный интерес. Дети растут, надо пристраивать. В Африке ведь случаются вполне подходящие золотые прииски. Если местному вождю подарить трактор, себе забрать золото получится выгодный омен. И Лукашенко презентовал президенту Зимбабве трактор Беларусь 92. В ответ африканский вождь подарил шкуру льва и срочно избавился от белорусского подарка, передарив его в местное ПТУ. Преподаватели и студенты к технике отнеслись с интересом. Они где-то уже видели подобное. Потихоньку подкравшись к трактору, аккуратно проникнув в кабину, чуть осмелев, подарок зачем-то вздумали завести. Более смелый сел за руль, помоложе страховал. Белорусский трактор надежно поддержал русскую традицию. Как и полагается, он не завелся. Стартер терзался, маховик крутился, трактор не заводился. Оживить дизель с толкача в Зимбабве оказалось некому. На выручку пришел механик. Полез под капот, подкачал вручную, произнес заклинание, расколдовал. Всемирное Марусистроение живет новостями, но нереальными автомобилями. Созидаются Маруси по всему миру. Бывает двух видов, с новыми именами и старыми именами. В том это Маруся, Артега, Квант, Опиум, со старыми Изотов Раскини, Фрезер Неш, Деляш, Детамаза. Суть затеи в том, чтобы удивить, обнадежить и заработать. Мошенничеством это называть не принято. По правилам игры полагается называть это амбициозным проектом, а затем взволнованно разводить руками, картинно оплакивая неудачу. В промежутке между этими двумя точками, рождением Марки и ее смертью самые ловкие успевают заработать. Если имя брать из могилы, то величия и пафоса больше. Есть шанс некоторое время слыть ценителям, стремившимся возродить, что обязаны вызывать уважение. Если имя свежее, то замах смещается от вековой грандиозности к броским показателям. Новая машина не бывает обывательской, она всегда гиперкар, суперкар, мегакар, пронзительная, избыточная, запредельная. Зарабатывается на этом хуже, поскольку приходится не столько обнадеживать, сколько обманывать. Ведь инвестор обязан поверить. А тот, у кого лишние миллионы, как правило, умен, осторожен и недоверчив. Поэтому врать приходится много и красочно. Итог всегда одинаковый. Ни один из проектов не превращается в товарный автомобиль и остается лишь пятном в биографии. По количеству затей можно вести подсчет темных пятен на светлых бундирах истории автомобилизма. Их почти никогда не получалось возродить, но много раз испачкать. Зато новичков и придуманные гиперкары можно преподавать в школах маркетинга. Как проект стартующий с нуля они все интересны, познавательны. Маруся тому наглядный пример. Она не планировалась реальным автомобилем, но свою задачу выполнила и вполне может стать главой в учебнике в отличие от исторических брендов, так и оставшихся в истории и не очень подходящих для учебников современных. Сейчас новость приключилась у Испано-Сюизы. Это ее четвертое возрождение. После десятилетий забвения испанская компания Мазель в 2000 году показала на Женевском автосалоне макет Испано-Сюиза Хосе 21. Затем Мазель смастерил еще пару макетов и вышел из игры. В 2010 году на Вильяма нашего Шекспира замахнулся австрийский дизайнер Эрвин Химмель и показал свой концепт. В 2019 году опять на Женевском автосалоне случилась электрическая Испано-Сюиза Кармен. Где-то в ее проводах хранится ДНК самых первых автомобилей Марки, поскольку за возрождение взялась семья Матео. Она рассказывает про себя, что когда в 1904 году Марк Биркетт основал в Барселоне фирму Испано-Сюиза, рядом с ним стоял Дамиан Матео. Генеалогически это достаточно красивая попытка возрождения. За прошедшие годы Кармен состарилась и забылась. Но правнуки Матео решили продолжать выступление на публику и заявили следующую Кармен Сагрера. Это заднеприводное купе мощностью 1020 лошадиных сил с динамикой разгона до сотни менее чем за 3 секунды, ограничителем скорости на отметке 250 км в час и автоматическим шпионом, отправляющим телеметрию каждой поездки в штаб-квартиру производителя. Езда с ошейником у Кармен появилась из-за технического сотрудничества с индийской Махиндра Рейсинг круглосуточный заклад вследствие обширных технологических контактов с китайской Баик. Несмотря на самодостаточную историчность бренда Испано-Сюиза, не до конца уверенный правнук Матео подстраховался и провозгласил Сагреру первым в мире представителем несуществующего сегмента автомобилей гиперлюкс Гранд Турер. Побочный эффект автомобиля он давит людей. Как начал в 1896 году со смертельным исходом, так и продолжает в наши дни. Лишь раз эпизод отмещения отметил журнал Огонек в 1931 году. Ильф и Петров засвидетельствовали события. Нетерпеливые ревнители футбола, завидев шероховатые серые бастионы Динамо, просвечивавшие сквозь кущи Петровского парка, развили недозволенную скорость и мгновенно смяли мирно пересекавший дорогу Фордик модели А. Форд визжал как зайчик, но было поздно, по нему прошло 50 тысяч человек, после чего потерпевший, естественно, был сдан в утиль. Дальше человечество лишь продолжило проигрывать в поединках, неся потери, со временем перейдя к формированию любимых зелеными статистических отчетов с ежегодными итогами для запугивания мам, бабушек, депутатов. Статистика павших под колесами уклончиво, но даже сильно уменьшенное количество ДДП вызывает страх. Вручают автомобили всеобщее обожание. Всем так хочется машину, что остальное не имеет значения. Автомобиль остается любимой игрушкой человечества, желательно с огромным V8, можно с полным приводом, большой, тяжелый, быстрый, мощный, и всякие разговоры про «мне только доехать до работы», «важно, чтобы не пешком», достаточно трех цилиндров, недостоверны. Слабые во все времена пытаются презирать сильных, толстые льют сарказм настроенных, неудачники старательно иронизируют над успешными. Когда не получилось, важно сделать вид, что так и было задумано, а субурбан он для наркоторговцев, но как же он неописуемо хорош. Мстить автомобилю лишь за то, что он автомобиль не принято. Допустимо, когда машина не нравится, но это не повод ее портить, это причина отойти подальше. До тех пор, пока это не кофемолка, пылесос или биотуалет, прикинувшийся преемником автомобиля. Электромобиль, как и сопутствующий ему беспилотник, навязанный политиками, оба самозванцы, со стервенелым натиском вцепившиеся протектором в парковку перед домом. Порча автомобиля, вандализм, уничтожение беспилотника или электромобиля, рецензия. В Сан-Франциско завелись беспилотные такси. Две компании получили право на коммерческие перевозки в городе, но публика не прониклась. И в прошлом году группа активистов научилась обезвреживать беспилотники одной из компаний. Они ставили на капот дорожный конус, накрывая главный датчик GPS, машина тут же теряла ориентацию и в испуге останавливалась, поскольку это беспилотник, то внутри не было водителя, способного вмешаться. А поскольку робот-такси электромобили Chevrolet Volt, то пощады им не полагалось. Конус на капот получили все, кого поймали. Активные действия населения привели компанию к заявлению о намерении покинуть рынок и оставить Сан-Франциско в покое. Но вторая компания продолжила и стала нести потери. Ее электрический беспилотник Jaguar I-Pace ночью крался по улице, мимо гуляли обыватели и машина им разонравилась окончательно. Они остановили светлое завтра и начали бить стекла поначалу скейтбордом, затем коммунальными аксессуарами, потом принялись рисовать на машине, потом стали крушить, затем подожгли. Электромобиль занялся пламенем, погибнув со своими передовыми технологиями в языческом огне, в последний миг вернувшись в эпоху даже не внутреннего сгорания, а внешнего. Если взять за точку отсчета первый эпизод гибели автомобиля в 1931 году, принять во внимание сожжение электромобиля на костре в 2024, то исторический отрезок в 93 года можно полагать периодом возрастления человечества, когда от случайной жертвы возле стадиона люди перешли к активной защите истинных ценностей. Прагматики стараются не мечтать, им достаточно синицы в руке, в особо тяжелых случаях только хлеба, возможно с маслом. Если жизнь проходит стороной, это не повод любоваться. Красивые картинки вокруг для кого-то другого. Роскошный автомобиль незачем рассматривать, поскольку он не по карману. Фотомодель в журнале только тайком, но если на публику, то она ведь слишком дорогая в содержании и огород на ней не вспашешь. Круиз на лайнере только один раз достался простому Семену Семеновичу Горбункову, но и то плохо закончился. В остальных случаях он и подавно для буржуазных пенсионеров, мачо, барышень в охоте, чего нельзя купить, внимание недостойно. Оставаясь по ту сторону железного занавеса, меркнет мировой автопром, гаснет его зарубежная звезда на русском горизонте, все менее доступны новинки и потому все меньше интереса и подробностей, но ведь не все вокруг прагматики. Как бы не превращалась машина в запретный плод, она продолжает переливаться привлекательностью, новизной, совершенством и подождет нас по ту сторону, ни на секунду не останавливаясь в развитии. Автомобиль, который прежде обыденно покупали, затем долго светились от счастья, понимая, что это одна из лучших машин вообще и уж тем более для России, Toyota Land Cruiser Prado. Ее обожают во всех поколениях с любым рулем вне зависимости от исполнения. Первые праворукие Prado и вовсе были семидесяткой трепетать по поводу, которые до сих пор не перестали. Ну и последующие одомашненные версии, начиная с девяностого, продолжая сто двадцаткой и заканчивая сто пятидесяткой, хоть и обрели женственный оттенок, все равно оставались мужской мечтой. Сто пятидесятый Prado покупали жене, а потом ездили сами, поглядывая в сторону двухсотки, последние годы трехсотки, смена модели в обособленном сегменте Land Cruiser явление редкое. Сто пятидесятый предшественник прожил в любви и согласии с человечеством четырнадцать лет и передал эстафету новой машине двухсотпятидесятой, аккуратно вступая конвейер с лета прошлого года. Подавать Prado полагается неспешно, чтоб не утихала долгая овация. И вот назначены цены на долгожданную новинку Toyota Land Cruiser Prado J250. Но отныне нас они не касаются и подождут нас по ту сторону окопов. Ну, ладно, ладно, цена начинается с 60 тысяч долларов. Иронизируя над прагматиками, подтачивая их веру в самодостаточный бутерброд без масла, Toyota сделала три версии. И каждая подходит для нескромной мечты. Но особо интересна модификация 1958. Она получила ретушь и круглые фары, маскируясь под недавнюю старину. Но в 1958 году у Toyota ничего особенного не начиналось. Имя Land Cruiser объявилось в модельной гамме в 1951 году. Имя Prado появилось на 70-ке в 85-м. Между ними ничего подходящего в 1958 году не произошло. Но как общая стилистика эпохи круглые фары помогают успешно поностальгировать. С такими же круглыми фарами и вторая версия First Edition третья имени не получила, считается базовой, имеет прямоугольную оптику, называется без затей Toyota Land Cruiser Prado. Интересно, что машина сделана на общей с трехсоткой платформе, повзрослев до уровня мужа, минуя лукавство подарка к 8 марта. По параллельному импорту они, конечно же, проникнут в страну. Стоить будут как раз в оправдании прагматикам недоступно. Но отворачиваться от Toyota Land Cruiser Prado не получится. Эта машина всегда обращает на себя внимание. Прежде подходила для покупки. Сейчас только для разглядывания и чтоб мечтать. Вопросы ответы реплики Павел Хорошилов А искусственный интеллект будет брать взятки у беспилотных автомобилей? Браво! Наёвски! А цифровые быдло-пилотники будут? Поворот с любой полосы налево и направо, в любом непонятном случае выезжаешь навстречку, перестраиваешься и поворачиваешь без поворотников, в ночное время выключаешь и вытаскиваешь все лампочки. Борис Наумов Когда-то в начале двухтысячных ко мне пришёл один персонаж с визиткой ЛДПР и предложил перенести наш небольшой заводик на территорию зоны строгого режима. Аргументы? Текущий кадров никакой, сидят по 20 лет, научатся чему хош, охрана не нужна, уже и так полно, никаких краж с завода не будет точно, ну и бухгалтерия любая, кто её придёт проверять-то. Так что тема услуг ГУЛАГа не нова в Новой России. МММ В нашей стране камеры нужно ставить на каждом метре, так как идиотов на дорогах немерено, их надо давить хоть камерами, хоть катками. Вы уверены, что идиоты все вокруг, кроме вас? Их точки зрения вас удивит? На сегодня всё. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова